Министров по осени считает. В Казахстане стартовал очередной политический сезон. Все меняет сентябрь резко и кардинально. Это обзор кадровых перестановок Левобережья. Разбираемся, кто остался, кто пришел и что изменится в итоге. Изменения затронули не только правительство, но и даже администрацию президента. Иначе говоря, глава государства перезагрузил свою администрацию. В АП упразднили должности заместителей руководителя. Их было шесть. Взамен появилось пять помощников президента по тем или иным вопросам. Теперь перейдем к персоналиям. Бывший первый замруководителя администрации президента Тимур Сулейменов стал главой Нацбанка. Помощником президента по экономическим вопросам назначен Осет Вергалиев, руководивший Аспиром. Замруководителя АП Аида Балаева получила портфель министра культуры и информации. Ярнар Баспаев стал советником президента. Другим заместителям руководителя АП не пришлось менять кабинеты с наступлением осени. Канат Бекжай Самбаев и Осетий Секешев, которые, кстати, и были помощниками главы государства, пока остались без работы. Кстати, Канат Бузумбаев вернулся в политическую элиту. Он стал советником президента. А вот как оценивает изменения в АП политолог Даниэр Ашимбаев. Реорганизация АП, как видно, направлена на сокращение координирующей роли президентских структур. Статус кураторов был резко понижен. Усиление роли правительства подчеркивает Газис Абишев. С сокращением экономического блока в АП большая ответственность ложится на плечо кабинета министров. Почти тектонические изменения произошли и в правительстве. Ведь тут и пять новых министерств, и новые министры. Почти, потому что ключевая фигура, премьер-министр Алихан Смаилов, сохранил свою должность. А вот некоторым его коллегам это не удалось. Ахмеджанов уступил кресло главы МВД Ержану Саденову. Место Тамары Дусеновой в Министерстве труда и социальной защиты населения заняла Светлана Жакупова. Тамара Дусенова сохранила пост вице-премьера. Серик Жумангарин лишился должности министра торговли и интеграции, сохранив позицию вице-премьера. Его место занял Арман Шаккалиев. Министром сельского хозяйства стал бывший Аким СКО Айдарбек Сапаров, сменив Ербола Карашукева. Ерлан Насанбаев получил должность министра экологии и природных ресурсов. Временно безработными остаются Асхат Уралов, Дархан Ходрари и Зульфия Сулейменова. Все они поработали в правительстве всего ничего. Уралов и Сулейменова пришли в правительство молодыми по новым меркам страны и покидают правительство также молодыми. Новые ведомства возглавили другие люди. Министерств в стране стало больше. Как количество повлияет на качество и поможет ли переменами слагаемых быть правительству эффективнее? Тестом на профпригодность, разумеется, станет исполнение послания главы государства. Ожидания высокие, равно как и спрос. Сентябрь только начинается, и мы будем следить за осенними политическими обострениями. Субтитры создавал DimaTorzok